МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще интересное письмо. Здравствуйте, Урако Сатинович. Краткий отчет. Ранее были заказы костяки сыновей маньчжурца и культурных абрикосов. Все были высажены осенью под зиму. Весной маньчжурцы зашло 80. Ну, слушайте, это вообще смелость такая, чуть не сказал нагло. Пока я тут распинаю, что надо их старифицировать, потому что мы в осенье сожрали, у вас 80% зашло. Ну, ладно, поздравляю, что скажу. Я не ворчу, это у меня юмор такой. Заказы черенкового абрикоса. И мы теперь, имея 80% маньчжурца, ну, сколько, может быть, 10-20-30, самочи 100. Теперь мы заказали черенки Королевский, Серафим, Рыжий, поздний Филиппио. Элита. У вас вкус хороший. Яблонь заэлийская, бельфор-китайка, элита. Груша осенья, хоро, самый сладкий на грушу. Белеранья. Вот. Одна из сладких. И вот вы живете в городе Ульяновск. Почему я вот это вот включил? Я мог это письмо не заметить, у меня таких писем много. Нет, приятно проще с процентом. Но мы это уже проходили. Зачем я теряю время? Да из-за слова, Ульяновск. Вдруг мне этот... А, нет. Ух, память подвела. Короче, Сергей Железов так, берет и говорит мне, там, в саду, где-то 9 лет назад. Я заказал... Ой, жалко. Ну, все равно, пусть у меня память подвела, но оно даже лучше. Почему? Я заказал 40 сортов, черенков, яблоки, груш. Только вот не Ульяновск, это у меня подвела память. А в этом, в Волгограде. И тут, я вдруг говорю, господи, в Волгограде живет наш, один из этих самых лидеров нашего кружка. Вот. Сергей Анатольевич Пасенко. И на каждом лиминаре присутствует. Надеюсь, сегодня присутствует. Сергей Анатольевич, смотрите. Мой разговор с Сергеем. А вы, как бы это, смотрящие в то время. Вот так же, как вот Юрий Железов, у которого мои апрекосы заплодоносили. Там, в Костровской области. И он назначил смотрящих. Брата. Ну, я полушутяк. Смотрящим, да. По это. По Костровской области. И так у меня везде есть смотрящие. По Брянску я, собственно. Олег Олегович. Так вот. Я к чему говорю. Я эти ученики вышлю, и они будут, качество гарантирую, что они будут. Я вот прям тону в этих благодарностях. Я привык к этому. Мне одно отрицательное письмо. Сразу давление до 200. Поэтому я рискую, но пока обходится. И так. В Волгограде он, оказывается, а не в Ляновске. Это так получилось. Но все равно разговор полезный. Вот. Я говорю, Сережа, ты знаешь, я каждый вебинар, а я говорю, вот будет 120, на каждом. Я обязательно приводил пример 1-2, вот как сейчас. Понимаете, мошеннических сайтов. Ты представляешь, как тебя крымский питомник кинул? Кинул. Ты представляешь, что будет это самое, когда тебя это, кинулся с членками? А там было написано. Лучшее во всей области. Именно в этом. И он мне смело говорит. Я все проверил. Я там как-то связывался. Действительно, эти членки будут лучше. А я не знаю в Волгограде сада такого, чтобы он хотя бы близко равнялся вот этому. Хотя бы близко. Не знаю. Сергей Анатольевич. Вот. Вы там живете, да? Он назвал город Волгоград. Если там, может быть, вы что-то знаете или проясните. Он еще чуть искал ребенок. Ему 31 год. Его уже раскинули. Кинули. Вы представляете, все-таки мы с вами сейчас учимся. А как мы учимся? Итак, вы заказываете саженцы. Неважно, у Сергея или у Иоанна Петрова Сидорова. Вы говорите так. У меня весна начинается, допустим, в середине апреля. В середине апреля я могу посадить. Обращаются, как правило, в более южные районы. Это редкий случай, когда Сергей на север. Это редкий случай. Чуть и не единичный. Южный. А там раньше-то выкопайте, пришлите мне, допустим, до 20 апреля. Пришлите до 20 апреля, я приду на почту, наложенный платеж оплачу. Если придет квитанция 21 апреля, я не пойду. Они пролежат месяц на почте, вернутся к вам. Вы за них снова заплатите. Я платил так. Вот, за возврат заплатите и выбросите их. Они будут полностью испортить. Вот, ставлю вам условия. Первый вариант. Питомник не связан с ним. Нахрена надо. Все равно они знают, что это. Ну, шансов мало, что дойдет. Вот. А у меня-то как? Я железо старше. Если мне сейчас взять все квитации, я могу как-то их показать. Вот сейчас я только сейчас сообразил. Везде обычная посылочка, даже до килограмма. 400-500-600 рублей. Особенно человеку. Почему так дорого? Ускоренная почта, ускоренная почта. Я боюсь вас брать 500-600, знаете. Я стесняюсь. Просто стесняюсь. Я с вас беру 300-400 и добавляю 100-200, а бывает и 300 рублей. Как бы со своего кармана. Потому что каждый раз в квитацию, когда я забираю с почты, там цифра 500-400-600. Даже за маленькие посылки. И вот получается, что если это требование вам отказывается, они просто не пришлют. А если вам пришлют, а вы заказали, все нормально. Но приходит 1 мая, у вас уже давно все цветет. Даже в Сибири цветет. Или начинает свистеть. Какая к черту посадка, опоздали. И вдруг приходит посылка. А вы сказали, до 20-го или до 15-го выкуплю. А после нет. И чистой совестью вы отливаете. Вот так вот квитанцию. И все. И не пошли за ней. Вот это важнейший момент. Потому что нельзя. Нас до того и сбаловали. Приходит, а нас с листьями. Посадил, сдохло. И посадка поздняя. И не хватает летом. Не только в Сибири. В средней полосе России лета не хватает, чтобы вызовало. Вот так. Ну а что касается Сергея. Кинут его, не кинут. Что там за это? А второй момент. А посадить-то куда будешь? А те, 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 те. Ни одного места нет. Он расцедить не может то, что есть. Есть несколько шедевров, он расцедить не может. И все равно. Это, ну, понимаете, я вот так показываю немножко с юмором. Ну, что делать? Садовод, еще раз. Это диагноз. Профессия – это садовник. А садовод – это диагноз.